Дорогие коллеги, сейчас мы хотим предоставить слово нашему основному спикеру. Сегодня это медицинский директор Института Майнд в Калифорнии. Это женщина, которая провела огромное количество исследований по синдрому FX. Пожалуйста, приветствуйте доктора Рэнди Хаггерман. Доброе вечер. А у вас, наверное, доброе утро. Вечно, верно, доктор Хаггерман. И сегодня доктор с нами поделится информацией о медикаментозной терапии при синдроме FX. Ну что ж, я с огромным удовольствием к вам присоединяюсь, но у меня такое ощущение, что вы не первый слайд вывели на экран. Ну ладно, еще раз скажу, что я представляю Институт Майнд при Калифорнийском университете Дэвисе. И в моем институте мы проводим исследования разного рода умственных нарушений. И я хотела вам показать фотографию нашего института Майнд и моей команды коллег. Что касается второго слайда, то он показывает информацию о синдроме FX. И это то, о чем мы будем сегодня говорить. Итак, вы видите, что на самом деле этот синдром может поразить людей, детей, принадлежащих разным расам, разным этническим группам. Вы здесь видите распространенность этого синдрома в разных странах, видите, достаточно большая. И в серединке вы видите, как проявляется премутация. То есть мы говорим о количестве повторов от 55 до 200. И мы знаем, что именно вот это увеличенное количество повторов может вызвать токсичность. А токсичность, в свою очередь, может вызвать разного рода нарушения состояния. Такие, как синдром первичной овариальной недостаточности, и также синдром тремора и атаксии, связанный с синдромом ломки экс-хромосомы. Нейропсихиатрические расстройства, связанные с синдромом ломки экс-хромосомы. И если мы говорим о аббревиатуре, это FXN. А также и аутизм, и СТВГ. И мы знаем, что очень часто у тех пациентов, у которых наблюдается премутация, также наблюдается и усталость, и депрессия, и хроническая боль. Переходим на следующий слайд. Итак, все ли у нас работает? Я пытаюсь посмотреть, на каком вы слайде, пытаюсь угадать, раз уж они переведены. Одну минуточку. Да, все, поняла. Итак, расстройства, связанные с ломкой экс-хромосомы. И мы говорим не только о синдроме ломки экс-хромосомы, мы говорим о треморе, о таксии. И здесь вы видите абсолютно все состояния. Итак, здесь мы вам показываем женщину, у которой наблюдается FX-тез. И вы видите, что у нее наблюдается тремор, который, конечно, на фотографии не виден, но на самом деле он присутствует, и видите те нуклеозные включения, которые мы наблюдаем в мозге. И также мы наблюдаем аномалии и в периферийной нервной системе, и даже иногда в органах. Что касается ВКТАС, то на самом деле на этом состоянии я не буду фокусироваться в рамках этой презентации, но очень важно о нем помнить, когда вы работаете с детками с FX-синдромом, и надо также смотреть, проявляется ли он у других родственников. Что касается носителем при мутации... Следующий слайд, пожалуйста. И как у кого лечение пациентов? Надо использовать антидепрессанты при наличии тревоги или депрессии. Также нужно лечить гипотериоз, потому что это одно из частых проявлений. Надо также исключать токсины, такие как опиоиды или злоупотребление алкоголем. И, конечно же, нужно стимулировать мозг, то есть задавать много задач таким людям в течение дня. То есть нужно постоянно стимулировать таких пациентов. Это очень-очень важно для носителей при мутации. Мы очень надеемся, что скоро мы предложим разного рода альтернативы по лечению, в том числе такие, как АНОВЕКСДА-2С73 и также АСГОНИСТА СИГМА-Л. И мы знаем, что он помогает нормализовать дисрегуляцию кальция и оксидативный стресс, который наблюдается у такого рода пациента. Но сейчас я буду говорить о наших пациентах, хотя я вам должна сказать, что АНОВЕКС помогает, показал хороший результат у нокаутарных мушей. Переходим на следующий слайд. Здесь вы видите трех братьев с этим синдромом, и вы видите стереотипию, их попытки избежать смотреть в глаза. И это все очень типично для наших пациентов. Также они демонстрируют гиперактивность и повышенный уровень тревожности. Следующий слайд, пожалуйста. И у многих пациентов с синдромом ФФКС наблюдается импульсивность и чрезмерная реакция на разного рода стимулы. Например, если они слышат шум, то они захотят закрыть уши. Или если вы хотите с ним прикоснуться, они могут просто от вас отпрыгнуть. И здесь вы видите то, как они реагируют на разного рода стимулы. И вы видите здесь огромные такие пики на графике и сравнение с нормальной ситуацией, с нормальным показателем. Нормальная слева, ФФКС справа. И, соответственно, мы видим, какая завышенная реакция на стимулы у наших пациентов. И это может вызвать даже и чрезмерную потливость и так далее. И мы понимаем, что у них наблюдается увеличение симпатической и снижение парасимпатической активности. И мы знаем, что некоторые из пациентов, конечно же, в первую очередь взрослые, они могут демонстрировать даже агрессию. И вот вы посмотрите, какой уровень злости, агрессии достиг этот пациент. То есть он абсолютно однозначно дает понять, что он уже дошел до предела. И вот это то, что происходит с нашими пациентами взрослыми. И есть разные методы лечения ФФКС разного рода терапии. Это может быть и физиотерапия, и речетерапия. Специальные образовательные программы, такие как ABA или ESDM для аутистов. И они очень хорошо работают также для пациентов с ФФКС. И больше информации вы можете найти на нашем веб-сайте www.fragilex.org. И вы можете много прочесть о разного рода подходах в лечении, которые можно использовать. И также об учащих программах, например. Что касается антиоксидантов, полагать, что они помогают. И почему они помогают? Потому что есть оксидативный стресс, как, например, и в ситуации с премутацией. Но что касается стандартных лекарственных средств, то они включают стимуляторы для пациентов от 5 лет и старше. И мы знаем, что можно снизить тревожность с помощью СИОС. И мы знаем, что очень хорошо работает Респиридон, который может даже снизить агрессию. И мы также используем агонист Альфа для того, чтобы успокоить наших пациентов. Все они эти лекарства дают хорошие результаты. Но я буду говорить о таргетированной терапии, которую мы используем. Во-первых, мы использовали сертралин в низких дозах для детей. И у нас было открытое исследование. Мы использовали этот препарат для детей от возраста 3-6 лет. И мы использовали дозу 2,5 грамма в день или 5 грамм в день. И мы увидели хорошие результаты по части языковых навыков, передачи и восприятия информации. Мы провели контролируемые исследования у детей от 2 до 5 лет. И мы демонстрировали в ходе этого контролируемого исследования результаты по шкале МАЛЕН или МСЛ, если использовать аббревиатуру. И вот этот график здесь показывает, какие результаты по части развития продемонстрировали наши пациенты, те, которые использовали этот препарат, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. И, в общем, вы видите здесь, что, может быть, по нескольким субшкалам статистическая значимость не очень высокая. В целом результаты очень хорошие по суммарным баллам. Поэтому мы предлагаем этот препарат детям в возрасте от 2 до 6 лет в низкой дозе от 2,5 до 5 миллиграмм в день. Это таргетированная терапия, потому что многие исследования по аутизму показывают уровень серотонима у маленьких детей с аутизмом низкий. И нам кажется, что это также относится и к нашим пациентам с синдромом FXS. Поэтому мы стали использовать серотролин. Но я еще больше буду говорить и о других таргетированных терапиях для пациентов с FXS. И фокус стоит следующим. Если есть слишком много глютамата в мозге, мы видим низкий уровень ГАМК, потому что снижена экспрессия ГАМК-рецепторов. И тогда мы также видим снижение уровня ЦАМФ, и также видим нарушение регуляции демофаминовых путей и повышенное повреждение нейтронов в результате оксидатизмного стресса. И поэтому мы будем смотреть, что мы можем сделать и что можем предложить в рамках таргетированного лечения. И здесь вы видите проводящие пути, на которые мы нацеливаем нашу терапию. И вы видите проводящий путь ГАМК, ГАМК-рецептор. Мы использовали депклофин, это агонист ГАМК. Мы также используем гибоксидол и другие в ближайшее время лекарственные препараты, которые будут использоваться в отношении этих рецепторов. И мы используем также метформин, который снижает ММП-9. И мы увидели, что что касается миноцикла, то здесь тоже он имеет на него воздействие. Итак, мы не используем миноциклина, сейчас очень много, но мы используем метформин. А метформин снижает регуляцию проводящего пути, который вы видите в самом центре. Я буду говорить о метформине буквально через одну минуту. Но также мы используем и ловостатин, который снижает ИРК, проводящий путь, как здесь показано. И ловостатин может помочь при синдроме FXS. Я также об этом немножко расскажу чуть позже. И также мы воздействуем на другие проводящие пути. И что касается МГЛР-5, то использование указанных препаратов не оказалось эффективным. И если мы перейдем на следующий слайд, то вы увидите, что исследование IFI-AFQ-056 вкупе с терапией речевой, которую мы называем ПИЛИ, Так вот, мы охватывали когорту детей от 3 до 6 лет с FXS. И мы надеемся, что к следующему году мы увидим, поможет ли вот такая комбинация, и вот работает ли этот подход именно с вовлечением речевой терапии. Мы пока не знаем, у нас нет еще данных, но к концу этого года, к началу следующего, мы узнаем. Что касается гаплексодола, то это агонис ГАМК, который исследовался в открытом исследовании. Мы использовали три разные дозы, и это было открытое исследование, и он показал значительные преимущества, как вы можете здесь увидеть. Но нужно провести контролируемое исследование с тем, чтобы мы в будущем увидели, может ли агонис ГАМК помочь пациентам с FXS. Поэтому мы планируем провести аналогичное исследование в будущем. Пока мы не можем выписывать это лекарство, но, надеюсь, мы можем это сделать после проведения контролируемого исследования. И далее давайте поговорим о метформине глюкофате, который можно получить по рецепту от врача, думаю, в России тоже. Мы знаем, что это лекарство, которое называется также глюкофаж, оно снижает выработку глюкозы в печени и, соответственно, снижает высокий уровень МТОР. Мы знаем, что этот уровень действительно активный, и мы понимаем, что метформин стимулирует митохондрии к более активной работе и также активирует МПК. И метформин, кстати говоря, уже на рынке достаточно долго присутствует. На следующем слайде вы видите, что даже египтяне древние его использовали аж в 1500 году до нашей эры, потому что по пирусе написано, что если вы получаете метформин из растений, вы видите галегу лекарственную, которая как раз содержит в себе метформин, то можно им лечить. Но, кстати говоря, египтяне использовали метформин для разных целей, наверное, в первую очередь для лечения диабета. И в нашей стране также он используется для лечения диабета второго типа, а также для лечения ожирения при переедании. И теперь мы можем использовать это лекарство, потому что оно имеет положительный эффект у пациентов с определенным фенотипом и может им справиться с проблемами, связанными в том числе и с ожирением. Мы знаем, что пациенты с фенотипом Продера Вилли представлены у 10%, и мы опубликовали эти исследования в 2017 году, но мы также видим, что хороший эффект был достигнут на модели на животных. И в частности, также на моделях на мышах, это была Фреджи Лекс, и для нас это очень важно, потому что это помогает нам разработать подходы по лечению наших пациентов. Следующий слайд, пожалуйста. И не только он снижает глюкозу, но также он помогает нам регулировать выработку, и он помогает снизить BGF и PFA1, потому что он стимулирует выработку белка. И мы понимаем, что это лекарство может помогать, предотвращать развитие разного рода рака, в том числе и рака груди, рака предстательной жизни. Ну, в основном, все-таки рака, который развивает свою женщину, нежели у мужчин. Но в любом случае, еще раз скажу, что не только это лекарство хорошо предотвращает развитие рака, но, например, также снижает кровяное давление. Вот я сама, кстати говоря, начала принимать метформин для предотвращения развития рака. Я прошла очень много исследований в этом отношении и приняла решение, что буду принимать это лекарство. Далее, что касается метформина, то мы провели контролируемое исследование у пациентов в возрасте от 6 до 25 лет с FCS-синдромом. И мы разделили пациентов на две группы. Одна получала метформин, другая получала плацебо. И мы проводим это исследование в данный момент не только в моем институте, но также и в двух центрах в Канаде. И, значит, один из центров находится в Эдвинтоне, а второй в Монреале. Доктор Себястиан Джекамом, мой коллега, помогает нам в Канаде. Итак, мы хотим зафиксировать положительный эффект метформина при лечении пациентов с FCS-синдромом. И получим результаты к концу этого года. Следующий слайд, пожалуйста. Далее я хочу вам показать результаты по шкале Малин до и после приема метформина в сравнении с развитием состояния. И вы видите, что метформина может улучшить когнитивную функцию у взрослых пациентов. Мы видим, что спустя год принятия этого лекарства – хорошие результаты по IQ. Мы видим у взрослых мужчин, и IQ показывает хороший результат. Без использования этого препарата IQ может снижаться. И вы видите также результаты по мальчику 12 лет, который лечился метформином. В течение 2-2 лет у него были проблемы с ожирением, но его вес нормализовался. И в 14 лет у него была третья стадия тенера. Но вот с яичками увеличенного размера, но вот благодаря использованию этого лекарства мы увидели нормализацию размера. И нам очень интересно и отрадно, что метформина показывает такие хорошие результаты. Следующий слайд, пожалуйста. Далее я хочу поговорить о трофенетиде. Это аналог гормона роста IGF. И как вы видите справа, это аналог GPE. И это хвост IGF-1. И мы смотрели на результаты на модели на мышах. И мы сделали также контролируемое исследование. Результаты вы видите на следующем слайде. Итак, вы видите высокую дозу, которую мы использовали. И в некоторых случаях клиническая доза является, ее увеличение является благотворным. И мы смотрели на результаты, и мы увидели, что доза 200 мг в день оказалась эффективной. И мы увидим далее, в будущем, проводя отдельные исследования, каких результатов можно достичь. Ну, теперь давайте поговорим о каннабидиоле или КБД. Это не психиатрическая разновидность марихуаны. Я не знаю, кстати, каннабидиол в России можно достать или нет. Но я знаю, что в мире уже активно используется. И мы рекомендуем использовать это вещество. Кстати, оно выращивается органическим образом, с очень низким уровнем ТГК. И иногда, к сожалению, настойки, они в себя включают оба компонента, и КБД, и ТГК. Но все-таки ТГК нужно избегать, особенно для наших пациентов с синдромом. Что важно знать, ФМРП контролирует каннабиноидные сигнальные пути. На следующем слайде вы видите, что существуют эндогенные каннабиноиды, которые также называются, следующий слайд, пожалуйста, анандомидами. И также 2-AG, арахиданил, глицерил. И что происходит? Эндогенные каннабиноиды высвобождаются в постсинаптические порты. И рецептор CB1 затем определяет естественные каннабиноиды и блокирует их высвобождение. Как вы видите, нейротрансмиттеры задействуют рецепторы CB1 и CB2 в центральной нервной системе, которые реагируют на естественные каннабиноиды. КБД, которые можно принимать либо через кожно в виде мази, который выпускается фирмой Зенорба, или перорально, если вы покупаете эти препараты в интернете, могут иметь разное воздействие. Могут стимулировать высвобождение естественных каннабиноидов, также блокировать воспалительную реакцию и стимулировать противовоспалительный эффект. И, как вы можете видеть, они также могут блокировать воздействие ТГК, то есть имеют множественное воздействие на центральную нервную систему. И в исследовании Зенорба, в котором мы использовали КБД в виде мази. И здесь есть вещество Зин-002. Было контролируемое исследование в течение 12 недель. 12 недель – это курс лечения, начиная с 250 мг на кожу до 500 мг. Дозировка по сравнению с плацебо. И также в этом контрольном исследовании по использованию КБД местно мы видим хорошие результаты, положительные влияния у тех, у которых была полная имитация при полнометилировании. Справа мы видим на графике, это полное имитилирование. То есть были также, например, такие аспекты, как избегание социальных контактов, раздражительность, социальная невосприимчивость. Все эти параметры улучшились у нас. И по CGI также. Также здесь были улучшения по этой подгруппе индивидуумов с синдромом Fx. И также, когда у нас был мозаицизм и полное имитилирование, здесь были улучшения, но не статистически значимые. Кажется, что помогают больше тем, у кого полная имитация с полным имитилированием. И также планируется следующее исследование для того, чтобы задокументировать вот эти мази местного применения с КБД. Там нет THC. Будут ли у них также эффективность. Также есть вещество, которое было исследование у лиц с 1 и возрастом. Это 3 от 14 лет. Это было открытое клиническое исследование. И также аберрантное поведение. Была использована субшкала АБЦЦ. И в будущем будет продолжено данное исследование. Также КБД и эпилепсия помогает. Я думаю, что в России у вас тоже есть. Также есть другие синдромы, для которых он применяется. Это синдром с эпилепсией. И 20% людей с синдромом ФИКС у них есть судороги. И также GW Pharmacy рассматривают КДБ-ВИКС. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. Как раз для применения для людей, пациентов с синдромом ФИКС. КДБ также может быть полезна для многих заболеваний в будущем. Также каннабиноиды, простите. Это слайд, который демонстрирует, что каннабиноиды помогают для лечения эпилепсии. Также КБД может помочь при нейродегенератических заболеваниях, например, Паркинсон и так далее. Также нужно нам это изучать. Нужно провести тесты, потому что может быть апрегуляция воспалительных путей и даунрегуляция таких путей воспалительных, как ТНФ-А-Альфа или ИЛ-6. То есть мы посмотрим, какое будущее для лечения разных дегенератических заболеваний. Также я бы хотела рассказать о новом исследовании. Это вещество, которое называется BPN14770, которое повышает уровень САМФ. Это алластерический ингибитор фосфодиэстеразы, который стимулирует уровень САМФ. То есть при ингибиции, при использовании этого вещества происходит увеличение. И было 20 пациентов из Чикаго с синдромом FX. И также из института МАИД, Дэвид, изменил инструментарий NIH для того, чтобы оценить когнитивные возможности людей с расстройствами, включая расстройство синдром FX. И это исследование, Тетра-Терапеутикс, длилось 12 недель. Можно повторить использование инструмента NIH. И также были улучшения по распознанию и чтению вслух, словарном запасе по изображению комплекса поколения когнитивной кристаллизации. И также по языковым навыкам повседневных функций были улучшения. И Тетра-Терапеутикс начала уже лечение в рамках контролируемых исследований среди детей и взрослых с FXS летом 2021 года в разных центрах США. И также мы увидим, насколько это хорошо помогает детям разного возраста. Конечно же, многие думают, что это таргетированное лечение. Оно лучше работает для детей раннего возраста. То есть, чтобы у них мозг лучше сформировался, там были лучшие нейронные связи. Для того, чтобы они лучше обучались в течение всей жизни, конечно же, нужно гарантировать то, что это таргетированное лечение не вызовет каких-то побочных эффектов у ребенка. И также многим компаниям нужно об этом думать, особенно у детей раннего возраста при синдроме FX. И также какие у нас предстоящие будущие исследования препаратов для FXS и RAS. Это включает в себя также изучение буметанида. Это исследование проводится в Европе. Используются животные модели. И были получены результаты по синдрому FX, по аутизму. И также там были индивидуумы еще включенные с синдромом FX. Опять-таки, это антагонист NKCCI. И необходимо проводить еще и дальнейшие испытания КБД, МАСИ, компании Zenerba. Также АЛОС ФАРМА будет проводить исследования арбоклофена и анавекса. И Брайан Статтен также проводит исследования. Да, есть еще активатор протеокиназа С, Брайан Статтен-1 в Австралии. Также есть исследование препарата Ксанамин, который блокирует избыточный уровень кортизола, который высокий при синдроме FX. Исследование проводится в Австралии. И я бы хотела также сказать, что очень важно подумать и о образовании в области FXS. Также Дэвид Хессел продемонстрировал, что компания Cogmed – это компьютерная программа, которая привлекает внимание к этой проблеме. Также Анджела Терман и Елена Бедуда, они продемонстрировали Шон Макилий. И они также занимаются языковыми аспектами. Это очень эффективно, особенно для детей раннего возраста. И также более взрослая Мария Диас из Барселоны. Она работает с приложением для обучения, которые могут им помочь. И также мы в нашем институте МАИК разрабатываем новые мероприятия. И также используем разные измерения, например, измерения ЭГИ. И также подбираем новые программы лечения. И второй с конца слайд – это клеточная генная терапия. И также будет конференция, виртуальная конференция в институте МАИНД. Вы можете узнать о исследованиях клеточной генной терапии при разных нарушениях нейроразвития, при генетическом заболевании, нарушения FXIS. Вы видите здесь моих коллег. И также мне бы хотелось сказать на следующем слайде, что также будет в марте конференция по премутации в 2022 году. Она пройдет в Новой Зеландии. И также мы бы хотели, чтобы у нас было много исследований по премутационным заболеваниям. Также мой слайд, следующий слайд. Здесь соавторы. У меня много соавторов, которые входят в нашу команду в моем институте МАИНД. МАИНД и также в других странах мира. Я надеюсь, что я не слишком задержалась. Если у вас есть вопросы, можете мне писать на почту. И также, пожалуйста, не пишите мне на русском. Пожалуйста, пишите на английском языке. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Доктор Хагерман, большое спасибо за вашу интересную презентацию. Такую насыщенную презентацию. Для нас огромное удовольствие, что вы нашли время быть сегодня с нами, поделиться этой информацией. И от имени Федерального ресурсного центра я бы хотела сказать, что мы очень заинтересованы в будущем сотрудничестве и проведении совместных исследований с институтом МАИНД. Да, нужно обсудить эту тему. Да, мы с удовольствием проведем совместную работу с Россией, поделимся нашими протоколами, также и нашими исследованиями по, например, метафарминам. И также мы же желаем вам удачи в работе с детьми и взрослыми с синдромом FX.